Новое шоу подъехало Но он не может правильно понимать Появился ли еще более Несмешной комик за это время? КВН ебаная хуйня Я правильно понял А ты правильно понял? Я правильно понял Главное яйца побрить, а дальше? Конечно Все, что у меня вообще есть в этой жизни Это из-за моей жены То, что меня переполняет любовь с ног до головы И если я это порву, что тогда я? Тогда умирать надо уже и все Добро пожаловать на наш специальный выпуск Перелазим через столы с Алексеем Щербаковым В костюме В костюме Здравствуйте, я вам советовал Альфа-Банк Да А вам я уже говорил про Альфа-Банк? Да А вам я говорил, что Альфа-Банк отличный банк? Да Рекомендуйте Альфа-Банк друзьям И получайте до 2500 рублей за каждую рекомендацию Ваш друг также получит деньги И, конечно же, отличный кэшбэр Все просто Зайдите в свое приложение Альфа-Банка Выберите раздел «Деньги вам и друзьям» И отправьте другу ссылку на карту через любой мессенджер Все подробности по ссылке в описании Там же вы можете заказать свою бесплатную Альфа-карту, если у вас ее еще нет Все, ухожу, а то еще не всем про Альфа-Банк рассказал Дорогие друзья, встречайте нашего гостя Замечательного, удивительного, талантливого, эротично-сексуального Господин Чертов-Чербаков Колбун, маэстро Здорово, ты же мой хороший Здравствуйте, Алл Дорогие друзья, я хочу представить вам моего соведущего Человека-магнита Человека-крема Человека-изюминка в бисквите Человек-секс Человек-похоть Развращенность Вседозволенность Но вместе с тем Сдержанность и целомудрие Месье Джарахов Мясницкая, 24 Фрэнк Байбаста Вопрос ребром И в гостях Щербаков, вешалка, вдохновляющий Сука, он лучший человек Что-то мешает Ты не похаваешь Ну давай уберу, потом поешь, а потом вставлю Нет, все нормально Не надо мне вставлять Мы начинаем наше шоу Итак Ни пуха, ни пера Первый вопрос П-п В прошлом выпуске У Басты хейтил КВН А сейчас по факту Сиджури В точно таком шоу Лига городов Что вдруг изменилось? Я говорю, КВН говно полное Людей деформируют Да там вообще ничего хорошего КВН хуйня ебаная Я сижу Сужу лигу городов Которые похожи на ебаный КВН Все так Да Ты как, переобуваешься Слишком быстро Я вообще не переобувался КВН ебаная хуйня Я согласен А лига городов чем отличается? Название Ты великий, бля Не знаю Следующий вопрос Рахман Баки Прикинь, подумал, что ты спрыгнул откуда-то Так и... А где какая-то салфетка некая? Лех Что? Расскажи, что за конфликт у тебя с Анатолием Сульяновым Ведь он оскорбляет тебя на всех шоу Что, 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 что еще раз? Какой конфликт у тебя с Анатолием Сульяновым? Мне скидывали Я без понятия, что происходит А, ты даже не знаешь Абсолютно Слушай, я тебе честно скажу Я не знаю, что там могло случиться Потому что мы ни разу не виделись Он когда-то... В этом дело может? Ну, может Может он хочет повидаться С тобой на конце Может твой поклонник, как я Ну, блин, я не буду гадать Потому что мне в моменте стало интересно Что произошло А потом я понял, что мне неинтересно больше Что произошло Потому что если я буду разбираться Я, скорее всего, пизды получу Какой там, блин Ну, если ты будешь со мной Мы все будем с тобой Я его не обижал И не обещал ничего Что напиздил, как он сказал Но он мне говорил Я тебя люблю Нет Я не ответил ему Вот теперь пизда Нет Короче У меня кореш Там один раз сразился Где-то Там И он говорит Ты придешь смотреть Что-то следующий бой Или что-то такое Я говорю Приду, если он в финал пройдет Он говорит Он не пройдет Ну, пизда Я говорю Ну, что тогда А вот на этом закончилось А может быть, он подумал Что я сказал Конечно, приду, Анатолий Недавно в соцсетях Жена Василия Елена Рассказала, что Он подарил ей кроссовки И Роллс-Ройс Когда вы подарите жене Роллс-Ройс Вась, нахуй ты эти вещи рассказываешь Зачем твоя жена рассказывает Я не рассказываю эти вещи Жена твоя рассказала А вы проверяли информацию Васиной жены Да Она соврала Можно приукрасить любительница Васька такой По кроссовке соврала Слушай, да и никогда, наверное Ты что, ты ей подарил? Цены видела? Что? Ты цены видела? Она говорит Роллс-Ройс Да Роллс-Ройс никогда, наверное А ты что, ты ей Поршак подарил? Поршак подарил Поршак у нее Лох она Спасибо Не за что А у меня чистое лицо? Я говорю Роллс-Ройс Роллс-Ройс В Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге Газпром-Арема Приходите Будет 70 тысяч человек Да А у меня просто Следите за моими сторисами У меня вся Вся страна в концертах Поэтому Там все сказано Это очень плохо Это неожиданно Произошло И я никогда не думал Что так случится Я ненавижу людей в брекетах Больше всего на свете Почему плохо? Брекеты носить? Да Ну это петушня Ну и что? Зато, блядь, у тебя будут ровные зубы А те, кто будут говорить Это петушня У них будет забор Ну вот примерно поэтому Кстати Примерно Пока что брекет Что там? Да все Там ребра Старик, петушня Это немного по-другому Знаешь У меня проколоты два ушка Ну вот кстати Два ушка И мне один тип говорит Что за петушиный прикол Ушка проколота Я говорю Вася И он прав Когда я кровь смыл С его лица Ну что это, блядь Просто бургер с жиром, блядь Говорю Дурачела, говорю Петушок это Когда другое проколото Немного Очко Уи 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 Я когда делал Мне доктор сказал У тебя неправильный прикус И надо делать Я 10 лет Выправлял свой прикус Чтобы все было постепенно Челючное И теперь просто кайф Поэтому ты читаешь Просто как Господь Ну почти Леха, такой вопрос Раньше у тебя была прическа Как у деревенского трахеля А сейчас как у Джастина Бибера Ну в чем связана Смена твоего имиджа Слушай, не знаю Я всю жизнь До лет Наверное Двадцати Может семи-восьми Ходил под ежика По троечку Под одну насадку А потом подумал Вдруг я облысею В сорок Так и не походив Никогда Я облысею Братан, кстати Есть Есть ощущение Есть братское сердце Вот не хотел тебе говорить Ну у тебя там еще не озеро Но уже речушка Вот да И я думаю Похожу я с волосами До тех пор Пока никогда Не облысею Короче Полосеть успеем Хожу такие Я больше не хочу Но я просто Не особо люблю стричься Это тем более дорого Сейчас тоже Вот мне не кайф И меня стригут на съемках Если надо Если не надо Я не стригусь Так что Я не заморачиваюсь Главное яйца побрить А дальше Конечно Другу Да Тоже на съемках Стригут яйца Тоже на съемках Конечно Алексей Чербаков Это ты Я правильно понимаю Что я? Ты Алексей Чербаков Это я Я правильно понимаю Что ты любишь Дай область людей С фразой Я правильно понимаю Ты правильно понимаешь Я правильно понимаю Что ты хоть раз Получал поебал Ты даю больше всего людей фразы, что я правильно понимаю? Или я неправильно понимаю? Неправильно понимаю. А мне кажется, я правильно понимаю. Нет, я не получал еще ни разу. То есть я неправильно понимаю? Неправильно понимаю, да. Я себя правильно понял? Сейчас правильно понял. А ты меня правильно понял? Я правильно понял. А ты правильно понял? Я правильно понял. Понял. А ты когда-нибудь получал, когда задал вопрос про правильно понял? Бывало у тебя такое? Нет, чтобы я тебя правильно понял. Этот вопрос я неправильно понял. Я ничего не понимаю! Я люблю тебя! Да он не может правильно понимать! Я люблю тебя! Я люблю его! Как он может понимать правильно, если он неправильно понимает? Ты правильно понимаешь или нет? Я правильно понимаю. Да по ебалу получишь просто. Правильно понял. Все, садись, спасибо. Отличные аплодисменты. Твой сценический образ парня с легкой ебанцой. Часто ли люди воспринимают его за чистую монету и как тебе это мешает жить? Мешает жить, что люди думают, что это образ. У меня нет образа. У меня нет образа, я тот, кто я есть. То есть, если я сейчас угораю и долбоеблю в костюме, то это как бы видно сразу, где прикол. А на сцене у меня нет такого. То есть, я на сцене настоящий. Я вообще настоящий. Я могу просто себя более утрированно в той или иной ситуации вести сейчас в костюме. В ЧБД могу быть более грубым, чем на самом деле в жизни. Но в целом-то это я везде один. Не мешает ничего мне. Все, спасибо. Все нормально. Пожалуйста. Так, Славка, рассказывай, что случилось? На этой студии мужики плачут только от грустного рэпа, но пока ни одной новой песни не написал. Да что, что, Василий Михайлович, вы же знаете, что я миллионер, филантроп и что у меня много девчонок. Если честно, первый раз об этом слышу. Ты же, Слава, бюджетник, тунеядец, ментальный пусси-бой. Ну это для вас, а в интернете для девчонок я совсем другой человек. Ну так, что случилось, рассказывай. Ну короче, познакомился я с шестью девушками, а оказалось, что у них у всех день рождения в ноябре. Теперь не знаю, где столько денег на подарки найти. Слав, ну это разве проблема? Смотри сюда. В приложении «Золотого яблока» тебя всегда ждет огромное количество косметических и парфюмерных брендов. А до 30 ноября в «Золотом яблоке» проходит «Черная пятница». Скидки до 60%. Большое количество продуктов по суперценам. Огромный ассортимент брендов, которые ты можешь выбрать в подарок для любимых. Для всех шестерых? Я, конечно, твои отношения, Слава, не очень не одобряю. И лучше бы ты остановился на одной. Но если надо, то да, можешь и для всех шестерых. Кстати, бонус лично от меня. Только одну неделю будет действовать мой личный промокод «Бьюти Баста». На дополнительную скидку 10% на весь заказ от 4000 рублей до 21 ноября. Спасибо большое. А можно подробнее узнать, что там есть, что лучше дарить? Расскажите про все. Некогда мне с тобой, Славка, сидеть. Все подробности по ссылке в описании. Заходи сам и всем зрителям передай. Каждому лично. Так это же несколько миллионов человек. Про черную пятницу с золотом яблоки должен узнать каждый. Посмотри, пошла, пошла. Кто? Пума, Пума. Блин, я думал сначала, что это голый мужик сидит вообще боком. А потом увидел, что девочка. А потом увидел, что не голая. Какой, блин, кошмар. Опять. Не, в натуре это думаю. Я когда спускался, думаю, просто мужик с голым торсом. А потом увидел, что девчонка с голым торсом. А потом увидел, что не с голым. Все в порядке. У меня с глазами просто. Всем привет. Привет. Алексей, известно, что ты любишь жену и деньги. Так вот. Сможешь ли ты изменить своей жене за очень большую сумму? И какая бы это была сумма? Никогда в жизни не смог бы. Ни за какие деньги. Ну, эти деньги пойдут вам обоим, нет? Нет. Вот смотрите в глаза. Есть же хуеплеты, которые разбирают разные подкасты, интервью и говорят. А вот здесь в этом моменте он посмотрел влево, и это значит, что он напиздел. Ты правильно их называешь? Разбирают. Ну, вот они разбирают. Вот эти движения, которые разбирают. Когда в какой-то момент ты что-то моргнул, и тебя выдало, что ты напиздел. Вот я говорю, ищите. Никогда, ни за какие деньги я никогда в жизни не изменю. Вот я ебал. Поддержка взаимно. Круто. На том стоим, стояли и будем стоять. А можешь так говорить? С женщиной. С женщиной. С женщиной. С мужчиной надо поговорить с женой. Не врет, не врет, смотри. Не вру, не вру. Если какие-то огромные миллиарды, и мужик буквально на полшишечки, я думаю, мы договоримся. Там делов-то. 10 миллионов долларов. И все, жене. А у тебя есть? Что? А, нет. Слушай, я за тобой буду ухаживать. Ну-ну-ну. Не-не, ну я тоже прикол. Конечно, нет. Нахуй надо. Куна, потом срока болит. Все, что у меня вообще есть в этой жизни, это из-за моей жены. Потому что меня переполняет любовь с ног до головы. И если я это порву, что тогда я? Тогда умирать надо уже, и все. В прошлом выпуске «Вопрос ребром» ты сказал, что самый не смешной комик – это Артем Винокур. Появился ли еще более не смешной комик за это время? Тогда Артем Винокур. Хуйня полная вообще-то. Кто? Артем Винокур. Появился очень смешной Артем Винокур. Сейчас один из самых смешных комиков, которых я знаю, и мне уже много раз прилетело за то, что я назвал его самым не смешным. Я имел в виду, что он малорезультативный на тот момент, когда он снимался в передаче, по два монолога, по одному снимал, а надо типа по пять. И поэтому я сказал, так, я тогда ошибался, вот за что мне стыдно. Тема – очень смешной комик. Сейчас вы поймете по лицу, что пизжу, блядь. Короче, нет, нет, не появилось. Я не знаю, я, во-первых, мало слежу за комедией, и вообще я понял, что судить мало кого надо. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне же пишут, что я не смешной, хотя это не так. Леш, такой вопрос. Твоя жена знает, сколько ты зарабатываешь, или ты от нее это скрываешь? Знает, знает, знает. А что ее скрывать? 700 рублей. Я просто не даю ей, и все. А, ты наоборот ее травишь, да? Нет, ну она знает, конечно. Не, лежишь такой, прикинь, я заработал в этом месяце 10 миллионов. А она такая, и ты смеешь, что хочется, да. Нет, нет, все знает. Ты щедрый? Скажи, нет. Вот ты человек экономный и тому подобное, ты с супругой же щедрый человек? Ну, скорее, да, чем нет. Я пытаюсь ее притормаживать иногда. Ну, хочется все равно девчонок радовать, да, Леха? Скажи честно. Я не успеваю захотеть радовать, она сама просит постоянно. Я только хочу думать, что сейчас что-то надо ей хорошее купить, и тут смс-ка, я уже все купил. Поэтому... И такая, не спасибо, потому что торопится еще пройти, а СПС написано просто. Все знает, все прекрасно знает. Если спрашивает, знает, если не спрашивает, все равно знает, я могу похвастаться. Если она не спрашивает, вы почему-то не спрашиваете, сколько я получил, ты чего? Поэтому все знает, никаких секретов. Так-то. Следующий вопрос. Леха, привет! Не так много сейчас выступлений, работы и съемок. Можешь рассказать свой обычный день с утра до вечера по часам, как у тебя проходит? Сейчас ты спросил, не так много съемок или так много съемок? Не так много. Не так много съемок? Сейчас не так много съемок. Ну, не в данный момент, в принципе, просто. Не, ну, как-то много. Ну, какой день? Все последние мои дни... Ну, давай с сентября тогда начнем примерно. Средний день, начиная с сентября до сегодняшнего момента, это в 6.50 подъем. Будем детей, кормим, везем в школу. Я одного, жена второго. В 2 разных места. После встречаемся с ней обратно где-то. Завтракаем, возможно, в каком-то месте. И я, например, иду в спортзал, скорее всего. Она на какие-нибудь свои процедуры. Какие-нибудь ногти, какие-нибудь глаза, какие-нибудь дрови, ресницы. У них там что-то нет. И потом... Ну, потом я куда-то еду, наверное. Что-то, не знаю, по часам, блядь. Ну, я могу, если жена надолго на своих ногтях этих, то у меня есть время заехать в какой-нибудь тачке, что-нибудь поделать. Или просто покататься. Не делать ничего. Еще мы забываем кормить рыб постоянно. У сына рыбы мы постоянно забываем кормить, когда там день шестой. А рыбы мы говорим, блядь, рыбы не ели. Приезжаем, они уже просто грызут стекло. Да, я насыпаю им этих червей, они просто их раздирают на части. Вот я, допустим, съездил, рыб покормил. Потом уже к трем часам опять надо ехать забирать детей. Она одного, я второго. Мы решаем, кто кого. И после этого, как мы забрали детей, до самого вечера практически кружки. То я одного везу на теннис, второго... Большой и маленький? И маленький и большой по-разному. Ну, кто-то. Круто. Ну, кто-то куда-то едет. Маленький на теннис. Нет, это не большой, теннис большой... А, теннис большой, ребенок маленький. Понял, все. Я только это хотел... Шарих маленький, теннис большой. Понял, что такое. И ребенок большой тоже в большой теннис. Понял. И маленький ребенок в большой теннис. И оба в бассейн. В зависимости от дней. У кого-то, у маленького еще логопед есть какой-то. И, короче, мы все детьми постоянно занимаемся до самой ночи. Потом ложимся спать рано. Кстати, я и научился рано ложиться спать. Я просто... Как? Потому что я начал вставать в 6.50. А, ну понятно. Тебе просто сбиваясь с ног. Это потрясающе. Ты просто просыпаешься в 6.50, и чтобы в 7.30 выйти из дома, ты потом уже в 21.40 вот такой, блядь, все. Я раньше всегда, как и все вы, посидеть в телефоне что-то раз, оглянулся уже 3 часа ночи или 4. Если бы не моя жена, мои дети в школу бы не ходили. Ну, бать, видишь. Если бы мне сказали, надо в 7 встать, чтобы отправить их в школу, я сказал, не надо ходить. А мне стыдно вообще. Я как просыпаюсь, она начинает готовить их, собирать. Я, по идее, могу позже встать, мне только в тачку прыгнуть и уехать, а она вроде как завтрак готовит. Я потом увидел, что у нее лицо вот такое, когда она встала. Я говорю, я, наверное, тоже встану, я тебе помогу. И каждый раз теперь я с ней встаю, и я просто хожу за ней. Она делает дела, и я хожу. Просто не встаю. Она готовит, кашляет, такой, угу, угу, все, к еди уже будь. До этого достаточно. Да, я хожу, бужу одного, он не встает, я думаю, ну пойду, второй раз бужу, он тоже не встает. Ну и все. И потом ночью мы всех укладываем. Укладываю в основном я, если я дома. Если меня не дома, то я не укладываю. Как-то так. Обычная, самая обычная жизнь. Никаких изысков. Меня никто не моет. И так далее. Не ушептывает. Да, у меня нет водителя, каких-то, блядь, мейкаперов и так далее. Просто вот я как ты, только у меня деньги есть. Леш, вопрос. Выпуск с Хазбиком очень отличается от других выпусков. Во-первых, тем, что это первый выпуск после долгого перерыва. А во-вторых, диалоги были скомканы максимально, было агрессии больше, чем юмора. Скажи, пожалуйста, вы разучились снимать ЧБД или все-таки было сложно контактировать с гостем? Было сложно контактировать с гостем. Мы ничего не разучились. Было сложновато. Плюс были некоторые, как сказать, невведения. Некоторые, короче, некоторые... Блядь, все слова. Много, короче, было ограничений каких-то, да? Нет, некоторые ограничения. Я не знаю этого слова. Спасибо, что ты сказал. Всегда рядом. Были некоторые ограничения по вопросу того, что человечек у нас, который гость, он другой культуры, соответственно, и вероисповедания влияло на то, что нельзя было ругаться матом. И это была одна из главных обязательств его приезда. То есть, если вы хотите стоять на своем и ругаться матом, тогда снимайте без этого человека. Не сказать, что я сильно наставил, чтобы он нам был нужен, но всем был вроде как будто нужен. И мы решили, что да, окей, мы берем на себя эту ответственность, что мы будем максимально не ругаться, тогда он приезжает. Ибо ему там сверху старшие запретят, потому что в такой типо гадости им нельзя, по религии все такое. Ну и в итоге мы пытались держаться, как могли. Но я, по-моему, себя не то чтобы, я не особо пытался сдерживать. Просто только я старался не материться, поэтому молчал 90% времени. Но в остальном я не пытался. Ну, было сложновато, конечно. Когда тебя хоть в чем-то ограничивают, в чем ты привык в своей органике, это всегда сложнее, в любом случае будет, с кем бы ты ни был. Даже когда Лапенко к нам наш дружок приходил, мы по своему желанию не стали ругаться матом, потому что он в жизни никогда не матерится вообще нигде. И мы хотели уважить его, потому что мы его очень сильно уважаем и любим. И мы решили тоже весь выпуск провести без мата, чтобы уши у него не завяли и так далее. И тоже было сложновато, хотя вроде хороший был выпуск. А потом вышел Леха Смирнов, наш общий друг, который тоже матерится, и мы там хуями накидались. Так что всегда, когда ты свою органику подрываешь, сложнее, в любом случае. Даже когда я приезжаю в город выступать, и мне говорят, Леш, сегодня нельзя ругаться матом, нам сказал директор ДК, что ни в коем случае ни одного слова. Бля, ты что, на этот вопрос отвечаешь? Да. Спасибо большое. И я, типа, тоже очень хуже выступаю без мата, конечно же. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Поправляйся как-то попроще, Слава. Короче, персонализация максимальная. Просто берешь набор, грузишь любую фотографию на сайт и дальше просто собираешь по полученной инструкции. Причем они бывают разных размеров и цветов. Черно-белые и бежевые. И самое интересное, что если картина надоедает, ее можно разобрать и собрать новую фотку. И так сколько угодно раз и когда угодно. И вообще из Мазабрик все что угодно можно собрать? Конечно. Я вот сейчас портрет своей жены собираю. Хочу потом у себя в студии повесить. Круто. А можно я что-нибудь соберу? А давай лучше на перегонки. Кто последний, тот потом другому подарит новый комплект Мазабрик. Договорились. Я тогда буду собирать самое красивое, что есть в мире. Что? Свой портрет. Логично. Слава, извини. Я победил. С тебя новый фотоконструктор. Только не говори, что ты не знаешь, где его купить. Ведь ссылку на официальный сайт mozabrik.ru я оставил в описании. Переходите, заказывайте и радуйте близких и себя крутым подарком. А чтобы покупка стала еще приятней, вот вам промо-код «Паста», по которому все наборы Мазабрик будут со скидкой в 20%. Давай ты пока заказывай, а я на концерт. Скоро вернусь и еще что-нибудь соберем. Леш, проходил ли ты когда-нибудь тест на IQ и какой у тебя результат? Правда не проходил. Мне бы интересно было, если это правда настоящее что-то, если это настоящее и может определить, я бы прошел. Скиньте в WhatsApp, если у кого-то есть тест на IQ. Я думаю, там на самом деле вряд ли что-то хорошее. Мы все понимаем, с кем мы разговариваем. Хорошо. Я не сильно образованный человек. У меня 63. Хотя интеллект и образование – это разные вещи. Согласны? Знаете об этом? И все говорят, что наличие юмора – это показатель интеллекта. С юмором даже не надо мне доказывать. У меня все нормально. Но интересно бы посмотреть на IQ, конечно. У меня низкий был. Я 74 я набрал. Ну вот примерно мы с тобой вот так же. Просто ниже 63 нельзя набрать. 40 – это дегенерат и олигофрены. Прикольно? Нет, это про болезнь олигофрены. 40 – это тот, который спрашивал. Я правильно понимаю? Вот это? Так. У меня что-то было 72. Ну, я думаю, мне тоже иллюзий питать мы не будем. Я тоже такой себе человечек. Хорошо, поняла. Пожалуйста. Хорошо, а ты проходил тест «Кто ты из смешариков?» Девочка, прости, пожалуйста, что случилось? Алексей. Да. Рано или поздно о тебе все забудут, и ты будешь никому не нужен. Так. Извини, но это правда. Да, да, да. Есть ли у тебя план «Б» как зарабатывать на жизнь и чем кормить семью? Когда тебя все забудут, ты будешь нахуй никому не нужен, приходи со ведущим в вопрос ребром. Хорошо, договорились. Слушай, это очень простой вопрос в плане того, что, во-первых, когда это случится? А, это случится. Я планирую заработать столько, чтобы потом не думать, где мне еще денег взять. А второе, почему-то всем кажется, что каждый медийный человек этого боится. И есть люди, которые нас этим пугали. Когда это все закончится, и что тогда? Да, блядь, ну, конечно, закончится. Типа, настолько это не пугает. Я, может, даже где-то в глубине жду этого, чтобы уйти в отставку. Рубить где-то дрова, кто-то прилетит. Не торопись, Серега! Они прилетают, говорят, ты нам нужен, там концерт. Я такой, я завязал. Я больше не могу. Серега! Там надо разъебать кого-то. Я говорю, я завязал. И такой куришь невидимый. Я с удовольствием хочу спокойно когда-то пропасть каким-то образом. Как бы это ни случилось, спокойно, ну все, перестану сам выступать. Если не перестану, то как будто бы я бы мог, как Задорнов, наш любимый, до самой старости кататься до смерти. Тоже классная история, на самом деле. Я бы катался в 70 лет и говорил бы, какие у меня внуки ебанутые. Или правынуки. Или что-то еще. Про жену бабку старую уже. Про все, что хочешь можно было бы. Но если так и не получится, и я стану как Аракли Персхалава, то никаких проблем. Ну, типа, ну так заведено. Вообще не должно быть всегда классно. И никогда нельзя пугать человека вот такого, что когда-то забудут. Да вообще похуй. Я занимаюсь музыкой 25 лет. Я вообще занялся. Мне вообще не надо было известно быть. Мне вообще не прикольно быть известным. Хорош. Мне не нравилось бы. Это побочный эффект. Известность, побочный эффект. Тот, чем я начал заниматься. Я начал заниматься юмором. И нечаянно получилось, что меня еще и все знают теперь. Если бы можно было зарабатывать деньги, и чтобы тебя никто не знал, но не получается. Потому что на концерты никто не придет, если тебя никто не знает. Логично. Это в замкнутых рук. Хочется, чтобы тебя вообще никто не знал. Жить, чтобы тебя вообще никто не знал. Но денег было бы столько же, когда тебя все знают. Но так не работает. Поэтому в идеале, чтобы тебя все долго знали, а потом все забыли, а у тебя все еще много денег. Вот это охуенно. Вот это хорошо. Спасибо. Можно я тоже скажу? Многие говорят, что забудут. Я вот давно занимаюсь музыкой. И все люди, которые начинают бояться. Я так поддерживаю Сашку. Непонятно, как это происходит. И как могут забыть человека, если он не перестает работать и заниматься чем-то. Если он трудолюбивый, ответственный и вменяемый. Забывают в основном людей, которые все проебывают. Знаете, таких историй у нас много в памяти. Говорят, какой был талантливый. И исчез, сгорел. Просто занимайтесь, работайте и все будет хорошо. Как будто бы да. И вот так, аминь. А еще и Тимур Родригес раз и второй раз. Скажи. И выкопали где-то. И снова в шоу бьет. И снова горит. Это вообще настолько насрать, если куда-то пропасть. Или тебе потерять интерес вообще. Так и есть, брат. Вообще. Плохо, когда ты стараешься, а на тебя всем похуй. Вот это плохо. Как говорит Лоза, да? Как говорит Артем Винокур. Так, Лех, привет. Приветики. Тем летом, в 22-м году, ты был на RDSGP с детьми. Я тебя увидел, естественно. Но ты почему-то прятался в кепочке, ходил в очках. Где ты был? И я подумал, может быть, ты стесняешься, что ты любишь задний привод. Да еще и с правой стороны. Прикольно. Стесняешься? Короче, я был на RDSGP. Российская дрифт-серия. На дрифте. На дрифте. И это общественное место, где очень много людей. Я в общественных местах, где очень много людей. В Сочи. Стараюсь всегда ходить в кепке с обычной головой. В Сочи ты был? В Москве? Да, в Москве было. В Москве. У них много этапов. А вот про задний привод что это такое? Задний привод на машине. Типа гейская шутка он попытался. Но он приколол. Это шутки. Вопрос с приколом. Вопрос с приколом. Понял. Задний привод на машине. Еще и с правым рулем. Да, я люблю задний привод справа. Мне нравится. Да, Лех, я знаю. У тебя еще чудесный Mark II. И Сильвия. Сильвия. Четырнадцатая. Четырнадцатая Сильвия. Да. Да, я люблю дрифт, люблю тачки. И когда я в публичных местах, где очень много людей, которые потенциально могут меня заебывать весь день фотографиями, я не против людей. Но если я весь день проведу с сыном выходной в фотографиях, это не выходной. И сын очень бесится из-за этого, естественно. Я с ним отдыхаю, поэтому я кепочка, очки. Если есть возможность меня не заебывать, когда я с детьми, пожалуйста, сделайте это. Все. Взаимно. Я это сделал. Поехали. Все, спасибо. Пожалуйста. Привет всем, меня зовут Ксюша. У меня такой вопрос. Привет. На прошлом выпуске «Вопрос о ребром» ты сказал, что в месяц тратишь 50 тысяч рублей. Сколько ты тратишь сейчас? Бля, побольше. На сколько? На много, блин. Там, говорю, у меня 50 тысяч, наверное, только на бензин уйдет. 70. 54 получилось. Да не, ну много, я не считал. У нас только, если прямо считать кружки, мне не жалко тратить на нужные классные вещи. И у нас очень много кружков разных дополнительных занятий и репетиторов всякого говна, и женских всяких ленкиных дел многоточных и тому подобных. Ну много. Мне кажется, там только кружки под сотку выходят. И бензин те же 50, а может больше. Ну и покушать чего-то, где тоже никто не старается смотреть, сколько сняли. Просто вот так вот чиркают, ходят, и все оплачивается. Ну и еще я мамам и тещам закидываю денег. Много. Но хватает. Спасибо. Пожалуйста. Семья это затратная штука вообще. Да, никогда не заводите. С того раза, как ты был, у нас открылось очень много заведений. Да, ну нахрен. Да, под 50 уже. Люди задают вопросы, придя в заведение, потому что не могли все твои поклонники попасть сюда сегодня. И вот для тебя видео вопрос. Ну конечно, всех как ты вместешь поклонников. Невозможно только Крокус и площадки побольше. Да, да, да. На Крокусе и то пришлось два раза делать. Всем привет, меня зовут Серафима. Я нахожусь в городе Москва в ресторане Friend by Basta на адресе Новоризанская улица, 23. И у меня вопрос к Алексею Щербакову. Леша, расскажи, пожалуйста, поддерживаешь ли ты связь с своими бывшими коллегами, с которыми ты работал в метро? Может, помогаешь им как-то, возможно, материально? Или ты прервал все отношения и оставил историю с метро в прошлом? Кто вы такие? Я вас не знаю. Поддерживаю. Я со всеми ребятами работал. Их было-то немного. У меня была команда из четырех человек. Я четвертый. И три чувака. Я со всеми общаюсь, никому материально не помогаю. Мы не договаривались об этом. Все нормально. Со всеми общаюсь. Я живу там же, где жил, в Зеленограде, в том же подъезде, в том же доме. Я всех тех же людей знаю и вижу постоянно. И я со всеми такой же, как все раньше. Так что все хорошо. Спасибо! Подарок ты принес? Я подарок? Да. Вот носки запакованные. Бомба! 93! Ладно, я угораю, это вы мне дали сегодня. Это вы мне дали, это мои. А что ты подарок? Я дам. Я дома нашел, с чем бы не жалко расстаться. Да. И вот такая штука. О-о-о-о! Она там долго уже у нас висела, мы не знаем откуда она появилась. Спасибо, Лю. Пусть будет у вас. Спасибо, Лю. Заебить же? Да. Короче, у меня есть предложение. Давайте сегодня откажемся от стандартной оценки. Не будем играть в эту игру с черными свиньями. Ты думаешь, что меня сейчас накидают? Да-да, по-любому. С хуя! Все захотят, чтобы ты платил. Так я не взял с собой карточку. Ну, у тебя телефон есть, можно перевести. Нету. Есть. Нету слова нету. Хуй там! Нету! Нету ничего. Короче, предлагаю сделать так. Так, мы сейчас сделаем специальный выпуск этого шоу. Перелазим через столы с Алексеем Щербаковым и Бастой. И тот, кто менее эффектно будет перелазить через стол, заплатит за счет. Добро пожаловать на наш специальный выпуск. Перелазим через столы с Алексеем Щербаковым и Бастой. В костюме. В костюме. Мах. Ме. Спасибо. И начинает Алексей Щербаков. Не очень просто. Без ноги. Леха, иди навстречу к нему. Ой! Палец! Прости. 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 Там что-то упало. Все. Мы сделали это. Все. Достойно. Это достойно. Подожди. Посмотри, посмотри. Что это? Картошка. Картошка. Я думаю, что все очевидно. Аплодисменты еще раз. Огромный. Килограмм 60 тебе, что ли? Слуховой аппарат упал. Слуховой аппарат упал. Там еще, по-моему, что-то разбилось. Это было гениально. Ты еще и чистый, но вот кто победил. Вот кто сегодня платит. Пуговец за то нема. Да. Только рубашку не рви, я тебя прошу, Том Форд, пожалуйста. Том Форд? Я умоляю, пожалуйста. Том, все, пожалуйста, прощайся. Спасибо большое. У нас в гостях. Принесите, пожалуйста, чековую, хиромантию оплатить. Если платит. Оплатить. А, ты рванул. У меня вот, пожалуйста, может. Можно карту мою? Можно я заплачу через его дырку в кармане? Можно вот так? Нужно. А, это моя рука. Альфа-банк, свяжитесь со мной. Бля, коллаборацию. Замусим, ты же в Альфа-банке. Закинь за меня удочку. Я тоже хочу в Роллс-Ройс. Скажи, альфа-банк, свяжитесь со мной. Альфа-банк, свяжитесь со мной. Альфа-банк, свяжитесь со мной. Ты можешь закинуть дырку? Ты же по-братски. 155 тысяч. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был замечательный, лично мною, любимый, обожаемый и всей страной любимый, обожаемый, Леша Щербаков. Аплодисменты ему, братишка. Спасибо. 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 Спасибо тебе. Спасибо. Ну, пожалуйста. Спасибо. Спасибо.